Своих не бросаем. Сегодня это девиз неравнодушных людей. Быть в стороне, пока наши солдаты выполняют свой воинский долг, защищают родину, они не смогли. В маленьком селе Трубино под этим девизом люди объединились ради большого дела. Каждый вносит свой вклад в поддержку военнослужащих. Бабулечки все приходят. У нас дедушка один, 84 года с нами сети плетет. Помогали девочки с Ласина Петровского, от народа воинам, тоже волонтерская группа. Они нам помогали и халат, и костюмы маскировочные шили. Наши девчонки берегини, волонтеры фрязинские, тоже нам помогают. И носки вяжут, балаклавы шьют. Кто-то всю душу в это вкладывает. Даже если его это не коснулось, он считает своим долгом. Все делают для побед, для наших ребят. Переживают очень. Всегда прям с трепетом к этому относятся, приходят. То есть, ну, как сказать, были вдвоем, пришли еще, еще. Сейчас вот парафин придет, будем свечи лить все коллективно. Наши землячки Ирина и Оксана начинали волонтерскую деятельность вдвоем. А потом, как к Магниту, к ним стали притягиваться и другие жители. С села Трубино, окрестных деревень, из городов Щелково, Фрязино и даже из Москвы. Не остались в стороне от народной инициативы и местные власти. Выделили помещения, помогли со сбором. Большую поддержку оказали местные предприниматели. Во время предыдущей отправки, когда уже все было готово, волонтеры столкнулись с серьезной ситуацией. Не рассчитали с объемами. Три грузовые машины все не вмещалось. Буквально вот вечером, накануне отъезда, позвонили Елена Николаевна, нужна срочно машина, помогите. Я сразу даже не знала, где можно мне ее найти. А потом подумала. В нашем штабе еще и депутаты нашего городского округа. Я позвонила Дудареву Николаю Николаевичу. Николай Николаевич, вот такая история. Он говорит, ну хоть бы пораньше, но времени-то совсем мало. Ну я подумаю. И буквально 20 минут проходит, он находит машину, присылает к нам. Ее девочки загружают, и машина ушла туда. Постепенно в рядах волонтерского сообщества прибавляется. Работу удалось поставить, как говорится, на рельсы. Здесь, в местном клубе, где были предоставлены помещения, неравнодушные люди. Каждый день, с самого утра до позднего вечера. Плетут маскировочные сети, собирают противошоковые медицинские наборы и многое другое. Работа находится для каждого. И эту работу они выполняют совершенно по доброй воле, считая это своим долгом. Изготавливать своими руками все, что поможет солдату. Очень много приходит людей. Иногда посмотришь, даже не знаешь, кто это, откуда. Иногда я вижу людей, которые как-то обычно жалуются, скептически к чему-то относятся. Они приходят и плетут. Даже не ожидала их увидеть. Мне это дорогого стоит. Всегда, в годы лихолетия, проявлялись лучшие качества нашего народа. Вначале волонтерское движение помогало одному взводу, а затем стало оказывать содействие целому батальону. Когда ребятам отвозили сети маскировочные, нам командир батальона выразил свою благодарность. Вот письмо нам за то, что мы летем в сети, помогаем. Подарили мы ему тепловизор. Да, это тепловизор. У нас очень хороший спонсор стильной кухни. Они нам очень помогают. Еще спонсор у нас в Резинанет, кстати, тоже молодцы. Нам помогают. И утеплитель. Первую ходку мы ездили. Они нам все тепло купили. И предприниматели наших трубинских магазинов-строительных. Тоже им большое спасибо. И из Протасова, и из Назимихи, и Трубино. Спасибо им. Очень много помогают. Струматериалов нам набивают машины. Все, ребята, Матрой. Для победы. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Не быть в стороне в трудное для страны время. В этом и есть народный характер. Сегодня в рядах волонтерского сообщества состоит 400 человек. И работы очень много. Ждем народ. Ждем помощи. Как финансовой, так и физической. Пусть даже нашим мы поможем, снабдим всем. Мы будем помогать другим. Даже для нас любой боец – это наш боец. Все будем делать для победы. Мы своих не бросаем. А самое главное хочется передать нашим ребятам в зону специальной военной операции. Пока они там, их семьи, их жены, дети, родители не останутся без внимания. Мы им окажем любую помощь, в которой они нуждаются. Нам очень важна ваша поддержка. Что вы нас не забываете, что не бросаете, помогаете. Нам тепло, когда вы нас не забываете, поддерживаете. Мы передаем привет всему Щелковскому району, всем родным, знакомым, близким. Всем, кто нас поддержал, большое спасибо за крепкий тыл, поддержку, письма, подарки. Мы вас очень ценим и любим. Победа будет за нами. Спасибо. Спасибо. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковская телевидение. Спасибо.